Для нормализации гемоглобина, у кого он понижен, одного железа недостаточно. Это нужен целый набор компонентов. Я быстренько скажу, например, железо, естественно, двухзарядное, обязательно витамин С, пожалуйста, есть. Причем витамин С не просто аскорбиновой кислотой, а витамином С. Я уже не раз говорил, что аскорбиновая кислота, которая продается в аптеке, это синтетически один только компонент. Того, что называется витамином С. Витамин С это шесть компонентов. Я не буду их называть, мы уже много раз об этом говорили. Далее. Нужен цинк, который имеется в алое. И, кстати говоря, в других композициях, о которых мы сегодня, может быть, говорить не будем, вспоминаем то, что было в предыдущей лекции. Цинк необходим обязательно для усвоения железа. Для усвоения железа необходим витамин В9, который имеется, в частности, вот в этом продукте, в том числе и в крапиве, которая достаточно богата. Это фолиевая, это и есть фолиевая кислота. К тому же фолиевая кислота, витамин В9 иначе, профилактирует и другие формы анемии, не уже другого типа, который называется макроцитарная анемия. То есть, видите, комбинированное действие противоанемическое. Необходим кофермент КУ, действие для усвоения железа. Следующий момент, очень важное действие алоэ с крапивой. Это повышение уровня гемоглобина и эритропея, то есть синт образования новых эритроцитов. Вы же прекрасно понимаете, что работа сердца напрямую зависит от обеспеченности кислородом. Почему? Потому что сердце потребляет, пожалуй, самое значительное количество энергии. Вот что касается энергетики сердечной мышцы, мы с вами немножечко позже скажем, чуть позже. Но прежде всего энергия зависит от питательных веществ. Это совершенно понятно, что мы с вами регулируем своим питанием, к сожалению, часто избыточным, например, по углеводам или по твердым жирам. Но исключительно важное значение имеет поступление кислорода в каждой клетке. То есть фактически дыхательная функция эритроцита. Существует такой показатель анемического состояния, например, как уровень гемоглобина. Все это прекрасно знают, всегда меряется гемоглобин, феритин, трансферин и так далее. Но гемоглобин всегда, потому что гемоглобин является переносчиком кислорода к любой системе, в том же сердечной мышце. И фактором, удаляющим углекислоту, то есть продукт обмена, удаляющим углекислоту. И гемоглобин еще и является буфером. Он регулирует PH крови, что имеет для работы сердца исключительно важное значение. Потому что любые процессы тканевого закисления, ну за счет, допустим, избыточного образования молочной кислоты при избыточной нагрузке, весьма неблагоприятно действует на сердце, приводя к огромным перегрузкам. Вот это очень важная функция гемоглобина, которого должно быть достаточное количество. Так вот, крапива является фактором, который существенно увеличивает уровень гемоглобина. И его синтез гемоглобина, и по существу образование новых клеток эритроцитов. Количество эритроцитов называется эритрофаэс. Ну, прежде всего, за счет того, что в крапиве содержится биогенное доступное железо, двухзарядное в форме с витамином С, то, что говорилось уже многократно. Ну, весь комплекс работает. Поэтому увеличение уровня гемоглобина является очень важным механизмом защиты сердечной мышцы от гипоксии. Это нужно учитывать тем, у кого, например, поверженный уровень гемоглобина, у кого анемические состояния, пусть слабо выраженные. Причем анемическое состояние может быть как железозависимое, так называемое, железодефицитное анемия. Так, витамин В9 зависимая анемия. К счастью, в крапиве имеется полевая теснота, то есть витамин В9. Так, кстати говоря, витамин В12 зависимая анемия. Это нужно помнить особенно тем, кто увлекается вегетарианством, особенно веганством, то есть полностью отсутствует животная пища. А мы предполагаем, что таковая в принципе питание существует, базовом питании существует. И надо помнить тем, кто принимает метформин. Вот диабетики с диабетом второго типа, принимающий метформин, метформин способствует потере витамина В12 со всеми вытекающими отсюда последствиями. Поэтому обязательно дополнительное количество витамина В12. Поэтому этот продукт является исключительно важным компонентом для борьбы с различного рода анемическими состояниями. А любая анемия всегда приводит к нарушению работы сердца. Почему? Потому что недосвязанное количество кислорода поступает в этот орган, который требует огромного количества энергии. Вот об энергии мы с вами чуть позже поговорим. Это важно для сердечной мышцы, исключительно важно. Итак, вот первый компонент для улучшения работы сердечно-сосудистой системы. По двое итоги мы говорим. Первое. Это компоненты синтеза гемоглобина и обеспечения организма достаточным количеством гемоглобина, который переносит кислород, удаляет углекислоту, хотя углекислота является не отходом, как раньше считали, а важным стимулирующим фактором связывания кислорода. И что еще важно, нормальный гемоглобин поддерживает соответствующее значение PH, то есть кислотности крови. Она должна быть строго постоянной. 7,2 плюс минус 0,15. Вот так. Это принципиально важно. Иначе тут же начнутся нарушения работы сердца. В самой сердечной мышце образуется молочная кислота, которая, по идее, может закислять сердечную мышцу. И тогда работа сердца нарушается, патологии бывают. Но при достаточной обеспеченности кислородом, теми системами, о которых мы позже немножко будем рассматривать, этот фактор можно предотвратить. Продолжение следует...